В декабре прошлого года сын Натальи Королевой Архип рассекретил свою возлюбленную. Ей оказалась стриптизерша, работающая под псевдонимом Мелисса Фокс. Архип долгое время не решался рассказать о своем бурном романе, однако на 20-летие девушки он выложил у себя в инстаграме совместное с ней фото и поздравил любимую с днем рождения. В отличие от Архипа, девушка очень часто публикует на своей странице их совместные фото, по которым видно, что у молодой пары очень бурный роман на стадии конфетно-букетного периода. «Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь, оно стоит всех прошлых потерь. Это не любовная история, это история о любви», – написала девушка под совместным снимком с Архипом, сжимая в руках большой букет цветов. Под впечатлением от профессиональной деятельности Мелиссы, молодой человек тоже начал осваивать различные трюки на шесте. Видимо, папины гены дали о себе знать. Архип занимается подчутким руководством своей девушки и уже добился немалых успехов. Кроме прочего, возлюбленная сына Наташи Королевой позиционирует себя как модель. На ее странице множество фотографий в нижнем белье и прозрачных топах. На других фото Мелисса страстно целуется с девушкой, чувствуя себя уверенно и раскрепощенно. Наверное, именно большой опыт и раскрепощенность Мелиссы и произвели на Архипа большое впечатление. Сами родители молодого человека спокойно относятся к роману своего сына. Что неудивительно, ведь сама Наташа Королева когда-то вышла замуж за стриптизера Тарзана. А поэтому, кому как не ей понимать свое чадо. Помимо упражнений на шесте, Архип занимается пением и даже пишет свои песни под ником Грек. Бабушка Архипа очень гордится своим внуком и всегда ждет его в гости. Правда, испечь пироги не получается. 75-летняя Людмила Ивановна сама ведет очень бурную жизнь. Например, недавно она устроила веселую фотосессию, на которой намазалась маслом и надела розовое платье феи. Ну что ж, пожелаем семье Глушко и Королевой творческих успехов на бескрайних волнах шоу-бизнеса. Ставь лайк, если понравилось видео и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.